МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой узнаем прямо сейчас в программе «Актуальное интервью». Юрий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Рады вновь вас видеть в гостях. Знаю, что готовится к выходу в свет ваша новая книга «Подвиг народа». Вот кому она посвящена и где вы берете своих героев? Ну, вообще, эта книга будет посвящена героям ненецкого народа, тем, кто еще стал в Второй мировой войне. Книга, в общем, рассказывает о участниках войны, ненцах, в общем, уроженцев не только ненецкого округа, но и Ямала-ненецкого округа, и Хантамансийского округа, и Стаймыра, и Сморманска. То есть, вообще, такой достаточно большой охват. Вот. То есть, речь идет в этой книге о сотнях людей. В первую очередь, тех, кто был награжден боевыми наградами. Вот таковых там сейчас выявлено по списку 240 человек. Причем, там такие интересные фигуры возникают. Люди, которые воевали, успешно воевали, и награждены были там одной, двумя, тремя, четырьмя, а один человек даже пятью боевыми наградами был награжден за участие в Великой Читании. Это редкость, да, большая? Ну, дело в том, что, вот надо понять специфику, ненцы, учитывая, что они жили на окраине Российской империи, а потом Советского Союза, понятно, что у них образовательный уровень был, соответственно, невысокий. То есть в массе Советского Союза это люди, которые были либо неграмотны, либо малограмотны. И только вот в 30-е годы появляются вот первые, наверное, ростки культурной революции. Это вот те молодые ненцы, которые заканчивали школы, техникумы, кто-то там успел в институте поучиться, и тут началась война. То есть буквально там ведь всего-то 10 лет. И в итоге вот эта масса людей, она попала служить в основном, конечно же, в пехоту. То есть, а, скажем так, специфик войны, конечно, это то, что пехотные части, стрелковое подразделение, слины и большие потери. И получить там даже одну награду было не так просто, не говоря там о двух, трех, четырех, а вот и пяти. Вот, поэтому достаточно разнообразные истории вот как бы выявились в ходе этого исследования. Поэтому вот книга исследовалась «Подвиг народу», потому что ненцев до войны было меньше 25 тысяч человек. И учитывая то, что это был малочисленный народ, и, в общем-то, их даже не призывали до 30-го года в армию, вот для них это, собственно, подвиг был, потому что их было мало. И для них потери, вот образно говоря, вот так вот, удалось как бы так посчитать приблизительно потери где там около 900 человек, молодых людей, вот те, которые погибли на войне, для них это был страшный удар. И вот перепись, допустим, 59-го года показывает снижение количества ненцев на 2000, их стало вместо 25, стало 23. То есть это вот показалось, что удар-то был очень сильно нанесен. И для них это вот, учитывая их малочисленность, это было такое очень серьезное испытание. А почему решили объединить и взять ненцев Ямал-Ненецкого, Мастаймыра? Ну, вот я поясню, что мне хотелось все-таки взять более широкую картину. То есть рассказать, не делить их, как бы, знаете, по регионам, что я считаю, не очень правильно с точки зрения вообще. Ведь один народ, который живет, говорит на одном языке, у них, в общем, единая культура с некоторыми небольшими отличиями. Одна история, отчасти говоря, очень похожая. И несмотря на то, что они рассеяны в таком огромном пространстве, то есть посмотреть от Мурманска, да, там есть небольшая группа ненцев, до Таймыра и вот Ханты-Мансийска, то это, конечно, вот эта горсть людей, казалось бы, да, но вот хотелось посмотреть их в целом. Не разрозненно брать там с Ямала, какую-то часть там с наших ненцев, кстати говоря. В Ненецком округе вот все-таки у нас было количество призывников значительное, ушло на фронт отсюда. Вот, поэтому хотелось все-таки общую картину сделать. Ну, для историка это интереснее, с точки зрения истории. Но и сложнее, да? Потому что понятно, что мы здесь на территории региона можем информацию здесь подчеркнуть. А как искали вот о ненцах Таймыра? Ну, я пояснил, что с Таймыром, например, в Таймыре, в самом деле, немного ненцев, и там есть музей в городе Дудинка. И вот они, в общем, откликнулись на мои позиции и послали те материалы, которые у них есть. То есть вы не выезжали, а они вам прислали? Я не выезжал, нет, я просто списался с ними, они музейщики, люди такие отзывчивые, откликнулись. Вот. По мурманскому информации была кое-какая, то есть я там бывал еще достаточно давно, несколько лет назад. По ненцам нашим информация достаточно объемная была. А на Ямал я ездил в конце октября месяца, я ездил там неделю и работал в музее, архиве, в библиотеках, и, в общем, там тоже удалось собрать... Интересные факты какие-то удалось собрать уникальные? Да, нет, нет, в общем, что очень интересные фигуры выявили. Ну, сейчас, например, один из таких, наверное, ярких фигур, это Илья Катета, вот он уроженец, как раз, Ямала, поселок Щучье. Вот он во время войны попал не в пехоту, он попал... Ну, одна из самых опасных профессий на войне было это... Он был воздушным стрелком штурмовика Л-2. Вот. Не секрет, что штурмовики Л-2 несли большие потери, а стрелки в этом отношении вообще назывались смертниками. То есть совершить там 10-12 вылетов, это считалось уже подвиг. Ну, вот Илья Катета оказался человек, наверное, очень счастливым, потому что за годы войны, вот по тем данным, которые есть, он совершил более 70 боевых вылетов на Л-2. Вот. Более того, сбил два немецких истребителя в воздушных боях и получил медаль за отвагу и три боевых ордена. То есть такой герой, настоящий герой. Самое интересное, что с войны он не вернулся. То есть удалось как бы выяснить... Опять же, там вот он списался с школьным музеем поселка Щучье, и они, значит, напали информацию, что с войны он не пришел. После войны приехал один из его товарищей и привез его награды и деньги, которые, видимо, у него были какие-то собраны. А сам он погиб уже после окончания войны. Ну, там причин могло быть много. То есть вот пока как бы не выявлено. То есть вот его личное дело заканчивается весной 45-го года. Интересно, да? Все. А дальше как бы, ну вот, вполне реально, там многие погибали, кто-то там подрывался на мины, были такие случаи. Какие-то были стычки с какими-то недобитыми немецкими частями, но их уже в статистику погибших не вносили, этих людей. И вот в итоге он... Судьба его как бы неизвестна. Но то, что он не вернулся, это факт. Вот прошел всю войну, вот так погиб где-то, видимо. А наших немцев удалось что-то выяснить новое для себя? Ну да, есть, конечно. У нас действительно тоже есть очень интересные фигуры. Ну, в частности, например, у нас один из уроженцев Хривера, Савати Танзов, он был кавалером двух медалей за отвагу. Вот фотографию я его нашел. Вот он сражался на фронте, был наводчиком против танкового орудия. Вот. В одном из боев уничтожил два немецких тяжелых танка. Вот. Причем, учитывая, что он был командиром 45-ки, вот, так называли, прощая Родина, то есть люди, которые тоже действительно знали, что им вряд ли удастся уцелеть. Ему было всего там 18-19 лет. Вот в одном из боев он уничтожил два немецких танка и был огражден медалью за отвагу. Впоследствии получил еще вторую такую же медаль, тоже за храбрость. То есть, такие очень интересные тоже фигуры. Ну, в частности, например, еще один, такая тоже фигура неожиданная, среди немцев было, сравнительно, мало офицеров. Ну, действительно, для того, чтобы поступить в военное училище, то им нужно было иметь образование хотя бы 7 классов. Это как вот сейчас, образно говоря, основное, 9-летнее образование тогда считалось. В массе своей, конечно, таких людей было немного. Но вот, несмотря на это, один из немцев, Николай Филиппович Толеев, в 1934 году он закончил техникум, поработал здесь у нас на Ринмаре, женился, кстати говоря, с корейской, и, кстати говоря, интересный факт, что он расписался на Ринмаре в августе 1931 года. Была, наверное, одна из первых свадеб здесь была. А потом, значит, поработав несколько лет в округе, он неожиданно, в общем, было к этому времени уже 20 с чем-то лет, он уехал учиться в Ленинградское как разознаменное училище пехотное, которое закончил успешно через три года, стал командиром Красной Армии. Вот, причем самое интересное, что он стал не строевым командиром, а штабистом, штабистом, и на протяжении всей своей службы он был сначала, значит, начальником штаба полка, потом бригады, потом дивизии, и закончил войну в марте 1945 года, вот как раз будучи начальником штаба дивизии, то есть дивизия — это целое соединение. В звании подполковника, он тоже награжден боевыми наградами, неоднократно был за успешное командование. Вот, после войны он был направлен в Одессу, и вот в 47-м, 50-м годах он служил в Одессе, как раз в то время, когда там руководил одесским военником, заменитый маршал Жуков, как раз он служил в штабе маршала Жукова. Вот, то есть такая интересная биография. А он вернулся потом на родину? Нет, он не был сам на родину, он был кадровым военным, он служил очень долго, до 50-м, по-моему, седьмого-восьмого года он дослужил, он получил звание полковника, вот, то есть он закончил как бы уже, для вот командира его уровня это было высшее звание, больше уже высшее было не право генерала. Вот, это нужно было заканчивать уже академию генерального штаба, а он закончил академию имени Фрунзе. Вот, и после этого он как бы жил вот в Ленинграде, в Петербурге, и, в общем, к сожалению, как бы мы можем проследить, что еще в 1980 он был жив, был жирен Орден Честной Войны, вот как раз в 40-х летю лета, а вот когда он умер, к сожалению, вот мы этого пока не знаем. А вы с родственниками связывались? Нет, это вот, опять же, благодаря помощи Виктора Николаевича Ильина, нам удалось получить его личное дело, поработать с ним, и действительно личное дело такое очень интересное, там много рассказывается о его личных качествах, о том, что он был человек очень волевой. Я вот отметил, когда читал его характеристики, о том, что он всегда был очень тверд в своих решениях и, значит, способен был вступить в спор даже с вышестоящими начальниками, то есть командирами, которые командовали им. Как раз наоборот, с младшими он был всегда очень, как говорят, корректен, а вот со старшими он был человек очень такой жесткий, то есть, если он не принимал решения, то он готов был отстаивать его, в общем, жестко, достаточно. Что вообще не характерно для армии, то есть в армии как раз чинопочитание, но вот он в этом отношении такой был очень жесткий человек, может быть, это не всем, кстати, нравилось. Вот такая вот интересная тоже фигура. Я считаю, что, ну вот, учитывая, что парень как бы родился в тундре и, в общем, получил не сильно большое образование, прямо скажем, но однако вот сделать карьеру кадрового военного, служиться до полковника, это редкий случай, ну, скорее, это исключение из правил, опять же. Фотографии тоже нашли, да, я так понимаю, она в личном деле. Фотографии есть несколько штук, да, там еще как довоенные, так и периода войны, вот, там все это присутствует. Они войдут тоже в книгу? Ну, я надеюсь. Да. То есть это и личные истории, а не то, что какая-то общая информация эта книга будет? Нет, книга построена, значит, таким способом, то есть сначала, там, первая часть, это посвящена она истории вообще участия немцев в военных, дело в том, что немцы, ведь народ очень достаточно воинственный был, и они активно участвовали в межродовых войнах, то есть это вот войны, которые велись между родами, причем, есть такая интересная история, когда у нас тут в 18 веке активно очень действовали карачаи, это как раз вот те обские немцы, которые приходили сюда, и они тут активно очень действовали, такие были между ними активные боевые действия, и в итоге в 1730 году была проведена даже специальная операция для того, чтобы ликвидировать их, значит, и это такая там вот такая история тоже вошла в эту книгу, вот, а потом, в общем, где-то приблизительно к началу 19-го, ненцы, в общем, стали людьми, стали мирными, то есть закончился период этих войн какой-то такой, они жили спокойно, и вот в общем, вплоть до, там, скажем так, вот 20-30-х годов ненцы вообще относились к службе в армии весьма и весьма отрицательно, то есть для них это было как бы табу, они не хотели служить в армии, они же были освобождены от службы в армии, и для них служба в вооруженных силах считалась, ну, каким-то таким вот неприятным, то есть они, допустим, многие почему отказывались учиться в школах, потому что говорили, мы выучимся в школах, нас будут брать в армию. И вот только вот уже в 30-е годы начинает меняться ситуация, когда вот появляются вот все эти усы авиахимы, все эти оборонные организации, и ненецкая молодежь активно начинает вступать в вот эти организации, и начинает привлекать, вот как раз появляются первые ненецкие командиры красные в конце 30-х годов, вот Аталеев в частности, там еще ряд товарищей, которые стали лейтенантами, старшими лейтенантами, ну, тоже, допустим, одна из таких фигур, тоже о нем можно сказать, это Петр Андреевич Апицин, вот он, кстати говоря, первым освоил планер, еще до войны, в 35-м году летал на планере, вот, затем он тут долгое время руководил у нас как раз в ненецком округе ОСАВИАХИОМ, с начала войны он ушел на фронт, и прошел всю войну, кстати говоря, вот тоже был человек очень героический, был награжден двумя орденами красоты везде и двумя медалями за отвагу из боеслоги, причем был ранен неоднократно, в том числе тяжело, вот, и в итоге у него, как у многих фронтовиков, биография потом сложилась трагически, он вернулся обратно, был назначен руководителем Малоземельского сельского совета в Нельминосе, ситуация после него, все знают, была тяжелая, население, в общем-то, не хватало продуктов, одежды, обуви, он, в общем, в меру своих сил старался помочь, учитывая, что было огромное количество сирот, вдов, вот, ну, а в то время очень строго было, где-то что-то просчитался сразу, и в тюрьму, случаев таких я и своей практики знаю много, когда вот люди там чуть-чуть просчитались, им давали сразу год, два, три, пять лет тюрьмы, и он тоже угодил в итоге в тюрьму, и для него это было, наверное, каким-то очень сильным ударом, чисто моральным, потому что он фронтовик, воевал, проливал кровь, а его взяли, посадили в тюрьму, и это сломало его как человека, наверное, вот, он умер в 70-71 году, то есть достаточно давно уже, вот тоже такая интересная биография, и она в книгу-то уже включена, вот у него в округе живут и дети, и внуки, в общем, такая тоже. Долго ли работали над книгой? А, ну, в общем, где-то, получается, года полтора, наверное, образно говоря, то есть года полтора, и вот сейчас книга находится на ретензировании у Сергея Николаевича Харьевича на Ямале, я отправил ему, он, в общем, уже прочитал практически полностью, буквально мы с ним, наверное, выходные эти связывались, он сказал, что, конечно, очень потрясен, ему нравится, да, ему очень нравится, что он говорит, вот никто этого сделать не мог, а вот вы сделали, я говорю, ну, Сергей Николаевич, я сделал, ну, теперь надо будет как-то готовить ее уже к изданию, я надеюсь, что где-то хотя бы до конца этого года она появится. Напомню, что Харьевич – это вот российские политические и общественные деятели, очень легендарная личность, да, на Ямале. Сергей Николаевич, да, он очень интересный, он на Ямале, да, он не только на Ямале, он в России хорошо известен, это человек, который создавал вот это объединение всех народов Северо-Дальнего Востока, вот, он был депутатом и на Ямале, и, в общем, человек, который вот на день сегодняшний, он очень активно ведет работу, вот, я с ним, в общем, как-то вот так нашел общий язык, мне очень с ним приятно было, хоть мы с ним по телефону так знакомы, в общем, пока только по телефону. То есть он сейчас пройдет, книга пройдет сейчас лицензирование, потом дальнейшие действия, когда она все-таки выйдет в свет? Ну, когда будет лицензия, тогда нужно будет искать финансирование, то есть в этом отношении будем думать, откуда будем брать финансирование, то есть вот буквально в ближайший там февраль-март месяц, если, дай бог, все как бы срастется, то может быть, да? А сколько планируете экземпляров? Ну, вот пока мы это не суждали, честное слово, то есть это, наверное, зависит будет от, все-таки, желания То есть на все регионы будет рассчитано, да, по нескольку? Ну, в общем, в первую очередь, конечно, мы рассчитываем на Неницкий и Неницкий округ, то есть учитывая, что эти два округа являются, там живет все-таки подавляющее большинство ненцев, вот, потому что в Ханты-Мансике там, кстати, небольшое количество, так же, как и в Мурманске на Ямале, там, я думаю, что, а вот все-таки основное количество ненцев живет в Неницкий округ и Ямал. Еще нас ждет один юбилей города Нуринмара, и вы тоже ему сделали подарок, расскажите о книге, которая тоже ждет выхода в свет, да, Юрий Викторович? Ну, эта книга давно уже подготовлена, то есть, если сказать честно, она уже была практически готова в 2015 году, но вот как-то ей не сильно везет, не сильно везет, потому что... Да, она все ждет с момента, потому что книга действительно тоже объемная получилась, она большая, и она, как бы, учитывая, что время идет, она тихонько все равно увеличивается, то есть, где-то какие-то новые факты появляются. Да, все равно тихонько, да. И книга посвящена истории Нуринмара. Нуринмара книга называется Нуринмар. Временные годы. Временные годы книга, это как бы охватывает она период, ну, наверное, еще с таких очень глубоких времен, там, 19-й век начинается, да, и заканчивая вот уже... Настоящее время, да? Там, 69-й год пока заканчивается, вот, потому что такой большой временной отрезок взят. Вот, сразу поясню, что начало, первая часть там посвящена таким фигурам, как, допустим, тот же самый любимый всеми Михаил Сидоров, который пытался, да, тут создавать порт еще в 19-м веке, потом это вот посвящена там у нас история лесозаводов наших, которые, в общем, тоже сыграли такую значимую роль, а затем уже это вот 30-е годы, когда город стал сформироваться, как уже вот продукт советский. И, в общем, мы... Вот я взял там как материал обширный, и, опять же, там очень интересные фигуры такие, допустим, появляются. Например, я думаю, что вот сторожил города, те, кто давно живут, помню, Василия Подольского. Он был, значит, радист высокого класса, он работал в морском порту очень долгие годы, вот, и плюс к этому он еще был коротковолновиком и связывался со всем буквально светом. У него поддерживала связь с Австралией, США, там, другими странами. Сейчас таких людей, наверное, уже нет. Вот, а он был, и у него была своя позывной, и он выходил на связь вот буквально там с огромным количеством людей. У него была официально разрешена, находилась дома радиостанция с мощным приемником, и, в общем, он работал очень интересная. Такой очень интересный человек, кстати говоря, у него жена была заслуженная учительница РСФСР, педагог, школа номер один, вот, и у них было 10 детей. Представляете, вот такая огромная семья, вот, такая тоже очень интересная история. Вот в этой книге она тоже есть. А еще какие интересные личности вошли? Ну, там много интересных личностей в этом отношении. То есть, так, если сказать честно, там, наверное, ну, в частности, есть первые почетные граждане города Ринмара. То есть, что взять в этом отношении, соответственно, Дмитрия Геннадьевича Попова, который был настоящим тоже героем, вот тоже человек, который прошел войну, был тяжело ранен, вот, он действительно, как бы, получил тяжелейшее ранение. У человека попало 12 пуль, причем у него была перебита рука и нога. То есть, он был инвалид полный. Но, несмотря на это, он работал после военные годы, жена рано еще не умерла, он остался один с шестью детьми. И он всех детей поднял, воспитал. Тоже совершил еще один подвиг, только уже в мирное время. Да, то есть, в этом отношении, вот, это тоже одна из таких ярких фигур, о которых я тоже в этой книге рассказываю, потому что, ну, действительно, он получил звание почетного гражданина, вот, в 60-м году они получили первыми. Вот. Плюс художник Свешников, да, тоже фигура известная, про него тоже там есть и его история, как он увлекся низкой тематикой и, в общем, создал целый пантеон таких огромное количество низких картин. Там есть история, например, про Аду Рыбачук и Владимира Мельниченко, да, тоже известных художников, как они попали на север и как они подарили на Ринмару вот это огромное количество картин, целую галерею для того, чтобы память вот об этом сохранялась. Они все очень яркие люди. Вот Аду Рыбачук уже умерла, а вот Мельниченко же еще в Киеве живет. Когда мы сможем почитать эту книгу? Ну, я очень надеюсь, что тоже в этом году. Очень надеюсь, потому что, ну, проект поддержан губератором, Александром Витальевичем Собульским. Вот. Я надеюсь, что где-то вот мы в перспективе в течение этого года, опять же, мы как-то постараемся ее все-таки сделать ее реальностью. Вот. От виртуальности придем к реальности. Юрий Викторович, не могу не спросить, как вы все успеваете? Многодетный папа, директор школы, историка Крыльев. Скажу честно, скажу честно. Нет, ну, во-первых, одна из книг-написанителей уже давно, она как бы так уже сделана не сегодня, то есть, учитывая еще в 15-м году, я повторяю, мы ее как бы завершили, а то есть уже прошло пять лет, как она, в общем, образно говоря, практически готова. Вот. Я просто иногда открываю, смотрю, какие-то там правки небольшие унесу и снова закрываю, и опять забываю там на месяц два-три, потому что пока как бы вот надо ждать времени, когда вопрос решится. Вот. А с низкой тематикой я вот работаю, есть у нас выходные дни, ведь по большому счету, если есть материал, он быстро очень обрабатывается, то есть, рука-то у меня набита, достаточно давно уже, поэтому я достаточно быстро отрабатываю этот материал, вот плюс к этому, вот я говорю, что будучи на немале, там я сразу, если материал, сразу и обработал то же самое, то есть, ну, вот, времени свободного, конечно, нет, то есть, от него практически не бывает, это у меня, учитывая, что я львиное время провожу, львиное время провожу в школе, вот, плюс, да, у меня еще есть сыновья, дочки, которые тоже требуют внимания, ну, в общем, при помощи жены, да, я как-то, ну, все-таки выкраиваю время, ну, в общем, это вечером, конечно, вечером, бывает даже ночью, как получится. Выходные дни, надеюсь, все-таки, да, какие-то праздники у нас, очень удобное время есть. Да, хорошо, что они у нас есть. Есть ли в планах какие-то новые проекты? Ну, очень-то уже давно, уже, по крайней мере, или последний сколько уже, с 2014 года, я работаю по Михаилу Сидорову, это тоже проект очень интересный, ему, кстати говоря, через три года исполнится 200 лет, с дня рождения уже, и вот я очень надеюсь, что где-то к 200-летию ему удастся, но действительно фигура настолько многоградная и масштабная, что, как бы, чем дальше улез, тем лучше партизан, то есть он становится книгой, тоже уже получается. Хотите немного расскажем об этой легендарной фигуре? А, более мы о нем снимали только в комментариях. Ну, есть фильм о нем, кстати, да, то есть, ну, Сидоров это человек, который всю свою жизнь, всю свою энергию, все свои деньги, все свои, как говорится, усилия потратил на освоение Севера. В то время это была крайне популярная идея, его считали человеком нездоровым, считали, что он вообще-то в пустую тратит деньги, он работал на огромном пространстве от Финляндии до Якутии, у него была масса проектов, он занимался золотом, он занимался лесом, он занимался освоением, вот, у него любимый браковало Печором, то есть здесь на Печоре работал очень много, на Аби, на Енисея, в общем, осваивал огромное количество месторождений разнообразных, прирожденный геолог, человек, который вот всю практически жизнь провел в дорогах, пока вот тяжело не заболел в конце жизни, он до 60 лет практически постоянно где-то ездил, то есть, вся его жизнь была посвящена поездкам по Северу, по стране, значит, он представлял богатство Севера на девяти международных всемирных выставках и получал там золотые и серебряные медали за вот эти все огромные свои усилия, получал ордена, он, кстати говоря, за свою жизнь получил пять российских и один иностранный орден, то есть, его оценивали высоко, но у правительства тогда были другие немножко векторы, они были взвинуты как раз на юг, то есть, Россия-то отстремилась к освоению, там, Крыма, Новороссии, Кавказа и так далее, и так далее, и в итоге многие усилия, они как бы пали в туне, его, я считаю, все-таки наши, наверное, историки недооценили, то есть, в общем, он был недооцененная фигура, потому что многие его усилия, они потом как бы проклюнулись через там 10, 15, 20 лет, когда по его там стопам пошли уже новое поколение, исследователи, которые, кстати говоря, многие оценивали его высоко, но исторически так получилось, что во многом он оказался как бы такой забытой фигурой. Он же был еще меценатом. Да, он, потому что денег он не жалел, он человек, который, в общем, много потратив, он много и зарабатывал, правда, то есть, учитывая, что свою жизнь, как вот считают, опять же, некоторые исследователи, он там чуть ли не на 10 миллионов золота заработал, в времена миллион рублей, это были колоссальные деньги, вот он только на Печоре около 2 миллионов рублей потратил, только на Печоре, а у него была масса других проектов. Причем он ведь вырос в обычной семье. Ну, семья была купеческая, кстати, кстати, семья была старинная, папа там у него был, представьте, папа, дедушка, у него были уже купцы, он был представителем купеческой династии, и самое интересное, что он приходился внуком последнему Баженину, была такая династия купеческая Бажениных, знаменитая, которую Петр I еще поддерживал, он был внуком последнего Баженина. И в этом отношении, вот эти, наверное, корни, которые он следовал, вот эта вот предприимчивость, энергия, как вот говорили, что такая нерусская была энергия. Да, 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 да. Вот он в этом отношении, но он, к сожалению, как вот считали, да, что он очень много тратил, то есть он ведь мог, допустим, да, у него был друг, знаменитый археолог Шлиман, да, впоследствии тоже был предприниматель, они с ним переписывались еще долгое время, и имели с ним такой очень тесный контакт, значит, жены были их подругами, вот, и, значит, Шлиман, например, поступил гораздо проще, он купил доходные дома в Париже, и безбедно жил дальше, вот. А Сидоров в этом отношении потратил вот на северные проекты свои, добычу нефти, леса, угля, там, так далее, и всего остального. Поэтому такая фигура, как я считаю, все-таки, ну, наверное... То есть вы ему хотите посвятить свою новую книгу? Ну, книга-то будет, да, просто я считаю, что, наверное, чисто исторически хотелось бы, чтобы, наверное, о нем вспомнили не только на Римаре, там, и в Архангельске, а вообще на всем севере, да, хотя о нем пишут, и постоянно появляются какие-то материалы новые, и вот я, допустим, знаю, что в Сибири там готовят через некоторое время, там, где-то лет через 5-7, они хотят пройти снова путем... Дело в том, что Сидоров профинансировал переход первого русского судна с Енисея до Петербурга, вот, потратив на это, опять же, там, чуть ли не 50 тысяч рублей, потратили вот уже громадные деньги для того, чтобы обеспечить перевозку грузов. Доказать, что северный морской путь, который сейчас у нас на слуху, да, он, можно его использовать для перевозки кемерических грузов. И вот, там была целая эпопея, там, два года они занимались этим, и другие, они сумели доказать, что, да, вот, можно из Енисея в одну навигацию добраться до Петербурга. Вот. Я этот факт интересный вспомнил сейчас, о том, что они доставили пять собак неницких, и собаки были разного размера, были крупные, были мелкие, там, кому-то они... Одну собаку подарили царской охоте, Александру Второму, вторую подарили великому князю Владимиру, а самую маленькую собачку, которая была маленькая, они не искали, беленькая, я уж не помню, как ее звали, они подарили царевне Марии Федоровне, матери будущего императора Николая Второго. Да, то есть вот как так, раздарил этих собачек, вот, поэтому тоже такие... Вот интересные факты, кстати, они малоизвестные, кто их об этом не знает, вот, а он об этом писал в своих трудах. Куда эта книга пойдет? Понятно, что она, наверное, все-таки не для нашего венецкого читателя, да, все-таки... Ну, я думаю, что более широкий охват. Более широкий, да, охват. Ну, это еще, я думаю, что это где-то к 23-му году что-то есть. Очень обидно. Такая многогранная фигура, такая прям гениальная, да, для своего времени. Я повторяю, многие считали, что он вообще человек больной. То есть, дурак, что дурак деньги тратит, да? Купи себе доходные дома, там какой-нибудь сахарный завод и живи безбедно. А он, значит, осваивает лес, там нефть, где-то там непонятно где. Кто-то об этом в севере-то думал. Сейчас Россия практически живет за счет нефти, газа. Такой дальновидный был. Да, но он понимал многие вещи, которые, кстати, вот многие вещи, его не зря его называли Ломоносов в практике. Он практически все, что Ломоносов предполагал, он воплощал в жизнь. Такой новатор прям. Ему было, да. Ему вообще очень нелегко было, его никто не поддерживал никогда. Ему, наверное, как раз палки вклюст вставлялись, все, если мешали, значит, старались как-то ограничить его, не давать ему каких-то там этих самых преференций. Ему приходилось доходить до самых верхов. Но, как говорится, сами знаете, до верхов дойдешь, далеко не всегда будет обратная связь. Губернаторы физически тоже тормозили и на Енисейске, и Архангельске тормозили его многие новеллы. Ну, в итоге, повторю, что вот не все у него получилось. Была бы поддержка, может, все было бы по-другому. Я думаю, что у вас поддержка будет обязательно в ваших проектах. Очень надеюсь. И мы увидим две новых книги. Ну, да, вот в этом году я очень надеюсь, что эта книга и про героев ненецкого народа, и про Наринмара, они все-таки станут реальностью, потому что они интересны с точки зрения того, что вот многие фигуры, о которых там написано, они давно-давно уже как-то уже подзабыты. И хотелось бы, чтобы люди вспомнили и о героях, и о жителях, и о горожанах наших. А действительно, кстати, книге в этой большое внимание уделено и о войне. Дело в том, что Наринмар года войны, ведь это такой, ну, факт, может, тоже не все знают. Он, в общем-то, был достаточно такой серьезной точкой на карте. То есть базировались и гидросамолеты, и у нас был достаточно большой военный аэродром, здесь постоянно тоже базировали. Местеря немцы нас сфотографировали, да? Ну, они, кстати говоря, в пустую никуда не летали, они вообще пытались, кстати говоря, оценить значимость и порта, и лесозавода, и многих других объектов. То есть в этом отношении Наринмар на карте Беломорской флотилии был одной из баз военных. То есть в этом отношении, вот, допустим, у нас здесь в Крамановской укуре базировались с 42-го по 44-го, базировались гидросамолеты, которые постоянно летали вот на боевое задание. Так же, как отсюда, с аэропорта летали на боевое задание бомбардировщики, торпедоносцы, кстати, здесь базировались в годы войны. То есть у нас много интересного было, об этом тоже не сильно много мы знаем. Я думаю, с помощью вас мы обязательно... Ну, дай бог. Да, услышим, увидим. Юрий Викторович, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию с вами. Приятно общаться, много нового узнаешь и будем ждать книги. Спасибо. Спасибо вам. Напомню, что сегодня на программе «Актуальное интервью» был историк и краевед Юрий Канев. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова